Всем бу-га-га-шечки, дорогие друзья и гости моего канала! Нептунчик, это я! И сегодня у нас с вами финальная ночь 4! Да, да, это четвертая часть нашумевшей серии пародий на ФНАФ! Довольно неплохой, финальные ночи! Первые три части, кстати, я проходил. Вот, наверху, время от времени будут появляться подсказочки. Обязательно на них покликайте, посмотрите прохождение моих первых трех частей. Я прошел там все ночи, включая секретные. Так что обратите на это дело внимание. А у нас все-таки четвертая часть. И выражаю огромную благодарность всем друзьям, кто начал мне долбить личные сообщения, там, комментарии о том, что Нептунчик вышла, четвертая часть, скорее нужно снимать. Так вот, я такой за голову взялся, побежал там скачивать. Но, друзья, это лишь демо. Я уж подумал, такая паника, думал, четвертая часть реально полностью вышла, а это лишь демка. Но, тем не менее, это реально круто. Мы хотя бы узнаем, как будет выглядеть финальная версия четвертой части. Ну что ж, давайте не будем долго тянуть. Давайте начинать наши эпичные приключения. Гоу! Ну, в общем, друзья, здесь герою будет очень много говорить, но общезоступным я вам перескажу то, что я понял по описанию игры. Итак, финальная версия четвертой части «Финальных ночей» будет проходить в двух временных промежутках. Это в прошлом, то есть 1974 год, и в настоящем, то есть в 17-м году. В прошлом мы будем играть за Генри Стилл Уотера, основателя пиццерии Фред Бира, который дико озадачен тем, что его охранники вечно куда-то пропадают, убегают, увольняются, да, или даже погибают. И он там должен докопаться до правды. А в настоящем мы будем играть за некоего Макса Донована, который является исследователем паранормальных явлений. Максу Доновану на e-mail приходит анонимное сообщение о том, что в заброшенной пиццерии Фред Бира происходят какие-то очень странные вещи. Там загадочным образом пропал основатель, как раз-таки Генри Стилл Уотер. И вот мы направляемся туда, понять, что там произошло, и докопаться до правды. Итак, я на месте. Да, вот. Фред Бир, фэмили динер. То есть, заказочная Фред Бирочка. А, то есть, даже так. Знаете, это уже сильно отличается от того, что было в первых трех частях. Напомню, что там мы буквально с первых же минуты игры тупо ринулись в бой, то есть выживали с первых ночей. А здесь, я так понимаю, что элемент исследования добавлен, да, элемент квеста. Так, ключи есть. Ха, пивные банки. Ну, иногда бывает, мы же все люди, да. Иногда трудно сдержать страх, нужно бухнуть для храбрости. Чё-то непонятное я взял. Ключи и что-то непонятное. Так, это что? А, это мой инвентарь. Ключи. А это что? Домкрат? Походу, делает домкрат. Ладно, пофигу. Так, больше здесь, видимо, ничего взять нельзя. Расследование, папочка. Фотографии, листики, но тоже взять нельзя. Довольно печально. Ладно, выходим. Так. Но мы можем пройти только к двери. А, заперто. Понятно. Ну, тогда для чего мне ключики, да? Та-дам. Так. Во! Вот как это работает. Мы внутри. Так. Довольно заброшенный мрачный коридор, каменный. И действительно, пиццерия Фридбира очень заброшена. Всё заросло травой, какие-то бумаги, мусор, трубы. И довольно жуткие звуки на заднем плане. Жесть. Так, можно пройти вперёд, можно пройти направо. Давайте сюда. Боже! Даже здесь пустая коробка, да вы издеваетесь. Так что у нас здесь проход направо и проход налево. Так, налево. Заперто. Надпись «Не входить». И «Не курить», вдобавок. Друзья, пагубная привычка. Так, ну у меня больше ничего нет здесь. Да? Ключей никаких новых, нет? Нет. Вот это что? Боже. Хер его знает, что это такое. Так, ладно, идём назад. Тьфак, назад. Так, что у нас здесь? Хм. Очень похоже, знаете, на рабочий кабинет охранника. Вот вентилятор, конечно. Куда же мы без вентилятора? Кружка. Сидалище. А для моего зада. Точнее, она уже протёрта моим задом. Ну, в других частях, да? Так, и что? Да вроде бы ничего здесь и нет любопытного. Ну, провода есть какие-то. Хм. Ну, пока ничего любопытного здесь реально не нашёл. Давайте пройдём дальше по коридору. Так, это что? Труба и дым. Ну, окей. Ох ты, твою мать. Меня обожгло. Я ошпарился? Это горячий дым. Так, и всё, больше здесь никуда пройти нельзя, да? Твою мать. Вот что это такое? Ну, какая-то хрень. Ручка есть. Нет. Это не работает. Это не работает. Я понял уже. Хм. Надо как-то пройти. Но там пройти невозможно. Может, я что-то пропустил? Ну, там, листик почитать. Да? Может, там рецептики вкусной пиццы? Хотя я в этом, блин, сомневаюсь. Так, и всё же, что это за хрень? У меня в руках была. Ну, там она не работает. Здесь, может, туда заюзать? Да вы издеваетесь. Ну, это какой-то механизм, да? Может, типа, микрофон? Сейчас будем летсплеи записывать, да? О! Подожди, что это? А-а-а! Это фонарик! Только почему-то он не... Не выглядит как фонарик, да? Что-то непонятное. И, тем не менее, я вижу ключ. Так. Ключик мы взяли. А, он, наверное, от этой двери, да? Да я понял, что у меня ключ есть. Всё, выходи. Так. Ну-ка, проверим. Да, подходит. Та-дам! Мы пробрались. Так, что это? Ну, трубы, вижу, и что? Эй, так ты куда выходишь, чувак? Заходи. Вот, знаете, вот это мне бросилось в глаза. Дело в том, что задники здесь не статичные, а они анимированные, да? Ну, то есть, листики вот двигаются, ветерок есть. Это круто! Но я ни хера не вижу темно. Так. А, я вентиль повернул, да? Всё. Вот, значит, там должен пропасть пар. Куда же ты заходишь? Блин, по привычке нажимаю всё время вниз, да? То есть, назад. А здесь назад, видимо, как-то по-другому работает. Ну-ка, давайте проверим. Та-да! О-о-о-о-кей. Окей, я уже думал обрадоваться, что мне можно пройти, но там грёбанная марионетка. Какого хрена она здесь делает? Это же место заброшено, херовую тучу лет. Подожди, бро, не трогай меня. Шоу марионетки, там было расписание, да? Твою мать, что делать-то? Допустим. Так, привет. Что, я не знаю, что я делаю. Ну, то есть, посмотрите. То есть, я могу двигать правое вот это вот окошко, или что это, створка. А на левой стороне я могу подсвечивать, и всё. По идее, больше ничего сделать не могу, да? Так, что-нибудь я могу кликнуть? Боже, я совершенно не знаю, что мне нужно делать. О, твою... Бля... Твою мать, что я сделал не так? Эй, какого хрена гейм-овер, вы чё? Ну, давай заново, окей, я готов. Вот, знаете, на самом деле, это какая-то дичь. То есть, это сама по себе марионетка. Но у неё на руках две маленькие плюшевые марионетки. То есть, выходит, что это... Марионетка с марионет... Вот! Что это марионетка с марионетками? Что я сделаю не так-то? Подожди, может, мне какие-то советы дадут, там, подсказочки? Может, его освещать нельзя? Такое вполне возможно в этой игре, да? Твою мать, что я делаю не так? Хм, надо подумать. Так, давай, грузись речи. Это мой первый противник, видимо, первый уровень. Я уже так огребаю. Буквально с самого начала. Так, окей, допустим. Я могу отодвигать эту створку. И что? Может, нужно как-то подгадывать момент? Вот здесь? Да что? Что, значит, не надо ее отодвигать? Может быть. Освещать? Или пугать? Нужно только марионетку. Ну, настоящую. А вот ее кукол, маленьких марионеток, да? Трогать не надо. Вот это... Да что не так? Так, все. Нептун собрался быстро. Какого хрена ты проигрываешь, чувак? Мы прошли первые три части. Мы не можем проиграть здесь. Так. Это марионетка. Ничего не делаем. Нельзя слепить ее, да? Теперь ждем. Когда будет игрушечная марионетка на руке, нужно ее осветануть фонариком. Вот, это настоящее. Ничего не делаем. Ждем. Ведь так? Окей. Делаем все правильно. Твою мать. Жесть. Вот. Это игрушечная марионетка. Ага. Когда игрушечная, можно отодвинуть шторку. Хорошо. Понял я намек. Вот здесь посветить. Это я тоже понял. Так. Вот знаете, ощущение, как будто я хожу по... Острею бритвы. Любой шаг влево и вправо, я покойник. Так. Это я понял. Все. Главное не забыть. Ничего не попутать. Ммм. Боже. Вот настоящая марионетка. Что делаем? Ничего, да? Да. Ничего не нужно делать. Когда мари... Вот опять. Ничего не делаем. Ждем. Она утопает. Все. Пошла нахер, гадина. Меня так просто не взять. Потому что меня смотрят мои бро-подписчики. Мои зрители, мои любимые друзья. Хер тебе. Вот такой вот маленький. Хе-хе-хе. Не догонишь. Так. О, подсветить. Вроде понял, как играть. Боже. Столько смертей пришлось пережить, да? Хе-хе-хе. Чтоб понять до дерьма. Так, здесь нужно вот так сделать. Да. И, знаете, не очень удобно, что нету таймера. Ты не знаешь, сколько тебе нужно здесь жить и выживать. Так, че это? Че это? Я забыл. Ну, хорошо. Главное, что мы выжили. Вот опять. Главное правило, друзья, такое. Ничего не делать, когда реальная марионетка. Она это палит. Она знает, что мы здесь, и любое движение может нас убить. А когда она высовывает свои маленькие марионетки, вот такие, мы можем делать что угодно, и она тупо не замечает. Она тупит, она тупая. То ли дело мы, друзья, да? Хе-хе-хе. Так. А, хрен тебе. Так, 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 так. Тоже в рыбе ничего не делаем, да? Ничего. А тебя мы подсветим. Ну, все, уже давай. Тихо, 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 тихо. Все нормально. Мы прошли. А, так это еще даже не ночь была. Это такая подготовка, да, меня к прохождению. Хе-хе. Первой ночи. Ну, я жду. Ну вот, уже типичный ФНАФ. Уже знакомая нам, да? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Короче, я не буду ждать, пока он там договорит. Он очень долго начинает. Да бы здесь, здесь. Итак, друзья. Значит, что я могу здесь сделать? Посмотреть направо. Так, на Shift это сигналка. Бухова знает, что она делает. Значит, наверх, на W, да, это посмотреть в шахту. Видимо, здесь тоже может кто-то ползти. Я еще вижу вторую шахту вон там в стене, но я никак не могу к ней подойти ближе. Это все. Пробел никак не работает. Так, ну и, в общем-то, сам монитор. На пробел. Здесь куча камер, я уже вижу, там кто-то ходил даже. По-моему... О, он двигает, он живой. Ой, мой твой, живой. Это аниматроник. Так. А, так я не могу... Эй, вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Куам потопал, куам потопал. А где я? Твою мать. А где я нахожусь? Чё-то я туплю, подожди. А это чё? Так, допустим, я опустил газ, да? И что, я типа их убил? Или что? А это чё? Сигналка? А, то есть я могу запустить её даже на экран монитора. Так, 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 что делать там, мать твою? А, вот, вот в твоей комнате и я, да? Вот, йоу. Так, значит, я могу посмотреть только определённые комнаты. Ну и что? Мне нужно, так понимаю, их тормозить, да? Фредберчики, привет. Тв, я... Я не знаю, что делать. Там херово куча комнат. Так, подожди. Кухня. Нормально всё. Здесь. Нормально всё. Здесь. Нормально всё. Здесь. Вот. Газ пустить. Сдохни, мразь. А чё он не подыхает? Или я типа их выкуриваю, да? Игровые автоматы. Никого нет. Здесь тоже. Чё так тихо? Подозрительно стало. Твою мать. Бог у вас знает, что нужно делать. И таймер, главное, нет. Я не вижу, где здесь таймер грёбаный. Даже мышки нету. Вот здесь. Когда я за столом... Тара-та-та-та-та-та. Так, что нужно здесь делать? Так, ю. А, ещё и шахты. В шахте есть камера, да? Чё это? Чё это нахер? Эй, вау-вау-вау-вау! Эй, вау-вау-вау! Утопывай нахер! Привет. А что делать, твою мать? Там, там, там воруют. Там воруют. Иди, убегай. Что это? Окей. Походил я рано. Расслабился, да? Чё происходит-то? Эй, чувак, погоди. Не надо мне такого счастья. Как тебя вырубить? Эй, вау-вау-вау-вау-вау! Это не смешно, чувак! В смысле ты пришёл? Что я сделал не так? Я же прогнал вас всех. А вот часики вижу. Почти до четырёх дожил, да? Ну и толку от этого я сейчас сдохну, походу, дело. Да что я... Уйди, кыш! Ща я сдохну, да? Не хочу подыхать, уйди. А-а-а! Боже, твою мать! Ну, конечно. Гейм овер. Я вообще не понял там, что нужно делать. То есть, какой-то газ можно пускать в разные комнаты. Сирену там активировать. Тревогу, да, эту? Пожарную, видимо. В общем, друзья. Я послушал нашего друга. И вроде бы что-то так чуть-чуть понял. Здесь примерно правило, как в третьем ФНАФе. То есть, нам нужно их... Да, просто здесь гонять по комнатам этой сиреной. Где мы пшикнем, туда он и притопает. Ну, это Фредди. Он вырубает ток. И меня убивает в темноте. А Бонни, я с ним не совсем понял. Ну, вроде бы такая же тактика. То есть, нужно осветить везде. Вот он уже утопал. Он где-то здесь ходил. Главное гонять Фредди. Не дать ему... Подойти ко мне. Вот и всё. Вся тактика. Так, вот он уходит. Он должен прийти сюда. Я вот здесь позвенил. И он должен прийти сюда. По идее. Да, вот он, Фредди. Всё, вот так мы его и гоняем, да? Теперь давайте здесь позвоним. Всё. Вон кто-то ходит. Какое-то движение, да? Боже. Хе-хе. Так, ладно. Не забыл. Да что? Я же... Что не так-то я сделал? Я его гонял. По карте. Я что-то там нажимал, нажимал, нажимал. В итоге Фредди пришёл. Посмотрел на меня. И утопал. Он не вырубал освещение. Так, хер его знает, что нужно здесь делать реально. Я ничего не понимаю. Тупо наугаджимал. То есть их нужно прогонять. Вот он только что был здесь. Вон гуляет. Давайте их на кухню. Завречём. Я так понимаю, что нужно, когда они рядом, да? Допустим, вот в партирум 1. Когда они здесь, то нужно... Бабахнуть здесь сирену. Вот здесь. И он должен прийти сюда и не включить... Точнее, не обесточить моё помещение. Он проверит, что всё, ништяк. Можно даже его затормозить газом. Ну и, в общем-то, всё. Может здесь посидеть. Пока. Во! Он пошёл на место. А Бонни-то вроде бы у меня ничего особо плохого не делает, когда приходит. Но время только 3. Так что ещё есть. О, твою мать! Ещё есть время для паники. Уйди. Уйди. Кыш. Кыш, кыш, кыш. Кыш? Не думай меня убивать. Не думай даже. Правильно. Утопывай. Ух, твою мать. Жопа какая. Ладно. Прогоним их в партирум 1. Вот что-то мне этот голос, да, мой бро, по микрофону вот говорил про этот партирум 1. Ну, типа, когда всё очень плохо, сгоняем аниматроников туда. Да? Ну, надо не забывать ещё и про шахту. Мало ли кто-то может оттуда полезть. О, Фредди пошёл. Так, и что сделать? Что делать? Газом его и... Давай сюда. В партирум 1. Он должен пойти туда. В партирум 1. Так, а где Бонька-то? Бонька-то убежал. Он охренел, что ли? Фредди, ты где? О, не нравится мне эта тишина. Иди в партирум 1, чувак. Реально, иди туда. Не вздумай даже вырубать мне свет. Я тебя нахер закопаю. О, подожди. А что ты там сюда притопал? Я говорю, в партирум 1 топай. Иди наверх. Что-то как-то он подозрительно ходит. Мне очень не нравится, как он ходит. О, всё, он здесь, да? Теперь нужно его как-то отвлечь. И дать понять, что... Здесь живые люди. Что не нужно выключать свет. Правильно? Так, допустим. Теперь нужно затормозить его газом. Так, никого нет. Пол пятого, друзья. О, твою мать! Припёрся. Припёрся. А, я так понимаю, что он не может меня убить, когда здесь... Светло, правильно? То есть здесь было светло? И он ничего не может мне сделать. Ему нужно... Вырубать свет, чтобы меня убить. Потому что он падал такой только в темноте. Хе-хе-хе. Да? А дымок их тормозит. Всё, давайте топайте сюда. Топайте в эту хату. Вон, пришёл. Молодец. Правильно. Так и надо. Тактика, в общем, друзья, такая. Тактика, друзья, такая. Не дать ему вырубить свет. Нет, для этого мы его гоняем по комнатам этой сиреной, а иногда тормозим дымом. И когда он заходит, допустим, в партирум один, нужно сделать сигнал у себя, здесь, в комнате. Тогда он приходит, не успевает добежать до выключателя, Света, смотрит на меня таким тупым взглядом и типа, опа, а мне тебя не убить, Нептун. Пойду-ка я домой. Хе-хе. Вот примерно так. Пол шестого, друзья. Значит, мы всё сделаем правильно, делаем, да? Всё, это здесь. Чудо, а вот Бонька-то убежал. Давайте его тоже в партирум один загоним. Ну или в партирум два. Неважно, куда ты пойдёшь. Тебя только надо найти и затормозить дымом. Тормозись. Ну он как медленно прям идёт, да? Мы его тормозим. Ну всё, он должен куда-то прийти сюда, либо сюда. В одну из двух комнат. По идее. Вот здесь. И всё, и мы тебя будем тормозить газом, ублюдок. На, получай газку. О, да! Е-е-е! Мы прошли первую ночь. Хе-хе. Э-э, это что, всё, да? А, ну вот. Вот вам, друзья, и демка. Она коротенькая, лишь одна ночь и небольшая предыстория. Ну вот, примерно так будет выглядеть финальная версия игры. А что, довольно неплохо, разнообразие есть. В общем, ждём выхода. Всем, друзья, спасибо за внимание, спасибо за то, что вовремя мне подсказали, что вышла четвёртая часть, демка. Мы её сняли, и думаю, что все довольны. Особенно я. Хе-хе, я её всё-таки прошёл. Обязательно поставьте пальчик вверх, поддержите моё видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски серии. Всем здоровья и позитива, всем пока-пока.